Коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. Евгений Валерьевич Харлачев, главный тренер команды УФА, готов ответить на ваши вопросы. Евгений Валерьевич, ну, принесу на первый вопрос. Какие итоги матча? Для нас неутешительные. Обычно говорят так, что команды, находящиеся внизу турнира на таблице, не играют сами и не дают играть другими. Но сегодня было какое-то некое исключение. Я бы сказал так, наверное, что мы хорошо разобрали соперника. Мы прекрасно предполагали, что команда соперника будет обороняться всей командой, отдадут нам мяч. И, соответственно, под такой позиционный футбол, позиционный атак подбирали тех футболистов, которые есть у нас. Мы понимали, что будем владеть мячом, и, соответственно, из-за этого надо, из-за этого позиционного футбола, что-то выгадать. Большая часть матчей, естественно, владели мячом, пытались создавать опасные ситуации. Но, еще раз говорю, очень хорошо разбирали соперника. И прекрасно предполагали, что если Шинник и забьет сегодня, то только это будет либо какой-то неимоверный гол, либо это будет стандартное положение. К сожалению, так все и получилось, как воду глядели. Ну, еще раз говорю, что Шинник нам позволил сегодня делать на футбольном поле многое. Мячом владели большей частью, конечно. К сожалению, это не вырвалось, какие-то забитые мячи. Но, еще раз говорю, что были ситуации, голевые ситуации, когда мы могли с легкостью исправить статус-кво на футбольном поле. Но, опять же, подвела реализация уровень индивидуальной готовности наших футболистов, уровень мастерства не позволил нам это сделать. К сожалению, что имеем, то имеем. Второй пропущенный гол стал ключевым моментом этой игры. Ну, конечно, потому что времени оставалось очень малым. С 0-2 отыграться, это под силу только команды Сочи, которые были с нами. Мы, к сожалению, не смогли сделать. Ну, опять же, что, посмотреть статистику, она просто колоссальна. Я считаю, что наши футболисты ни в одной другой команде не смогут так, сколько владеет ничего, и все те алгоритмы, которые делят для этого, дали мы, не смогут они воплотить большинство в аналоговых командах. Все, спасибо.